Привет! Моя группа в Телеграме, вход в которую я рассылал самым активным подписчикам этого канала, а также его спонсорам. Некоторые оказались, кстати, по совместительству и тем другим. В общем, там Илья. Спасибо вам большое, выставил кучу фотографий, как видно, с велосипедами. Выглядит все это крайне печально, грязно, пыльно. Непонятно вообще, что это такое стоит. То ли мусор, который спасли от утилизации, которое в России означает зачастую просто сжигание. То ли какой-то типичный банан-спидист, преклонного возраста, не смог за всю жизнь расстаться со своей коллекцией лясов. Оказывается, это часть музея. Вот только ни денег, ни места, возможности, в общем, расставить все, как у людей, нет. В частности, можете заглянуть по ссылке где-то сверху, в маленький музей Кениан и посмотреть, как это могло или должно быть. Впрочем, можно долго критиковать, приводить сравнения, сокрушаться по поводу положения некоторых вещей в России. Но моя цель в данном ролике распространить информацию о таком скверном историческом положении велосипедов и предложить возможное решение проблемы. Во-первых, судя по фото, много рухляди, много старых велосипедов в ужасном состоянии. Если поможете распространить данное видео, то, возможно, найдутся люди, у которых есть эти старые модели велосипедов, которые, однако, лежат в гараже и не используются, но в хорошем состоянии. Так можно будет пополнить коллекцию, выкинуть то, что будет слишком дорого для реставрации и заменить тем, что пришлют другие люди. Во-вторых, это более важный пункт, расскажу, как это делается в Германии. Скажем, у вас здесь бизнес параллельный, вы работаете, получаете солидные суммы, в общем, и что делаете с этим всем доходом? Конечно же, значительную часть отправляете государству в виде налогов. Но можно улучшить ситуацию и оставлять больше денег у себя любимого и для своих нужд, хоть и иногда прикрытых формальностями. Вот я, например, купил эту замечательную камеру, ее эксклюзивно использовать для своего бизнеса, то есть YouTube. И в налоговой декларации камера появится, тогда как веганские конфеты, вот эти бужа-бужа, ничего там не потеряли. Ведь они чисто для меня, на пропитании. Другое дело, если бы я сделал отдельное видео по этим конфетам, то, стало быть, купил бы специально для своего бизнеса. От конфеток перейдем к частным музеям Германии. Германия находится, кстати, на третьем месте в мире, я не знал, по числу частных музеев. И неспроста. Такой вид деятельности имеет преимущество налогового характера. Зачастую государство перенимает страховку и множество других преимуществ. Наш профессор рассказывал о богатом человеке, к сожалению, ими я запамятовал. Но у него было очень много крутых машин. Порше и других, что он сделал, создал свой музей. Машин. И теперь не платят столько налогов, сколько раньше. То есть его машины перестали быть конфетками, как в моем примере, а стали средством для его бизнеса. То есть музея. И плевать, что этот музей каждый год в минусе. Это все полезно для общей картины с налоговой точки зрения. То есть можно не долго думать и просто платить налоги, а можно вполне легально оформлять свое дорогое хобби в качестве бизнеса и оставлять деньги при себе. Иметь яхту для себя – дорогое удовольствие. Оформить яхту в качестве судна для своего транспортного агентства – менее дорогое удовольствие. Думаю, вы поняли, как это работает. Теперь вернемся к нашему пока еще не проржавевшему, как бочке с радиоактивными отходами из Европы, велосипедами в России. Налоговая система, да и в принципе правовая в России, определенно имеется. И вроде как, если послушать людей, работающих в этой сфере, очень даже все неплохо там сформулировано. Другой вопрос, что некоторые законы созданы с открытой интерпретацией. Коррупция зачастую выше закона и много чего плохого. Но если вы знаете богатого человека, который платит налоги и хочет меньше их отдавать, все легально, зато больше инвестировать в хобби и сэкономить на этих налогах, то вот она возможна. Создавайте музей, велосипеды, скорее всего, бесплатно все отдадут, которые были показаны. Немного реставрации, поиска инфы, таблички с названием. Весь музей на территории какого-нибудь крутого велосипедного магазина. В общем, фантазии, возможности здесь безграничны. Это обращение, прежде всего, к тем людям, у которых сейчас в хозяйстве имеются, там, не знаю, все топы, много денег, конечно, Эссорс, Мадонна, Канавиа, Догма, Эль-12 и другие, и все сразу. Иметь такие леса в таком количестве, конечно же, неплохо, но иметь свой велосипедный музей, который, я уверен, обойдется в частицу того, чтобы вы отдали на свои машины, определенно круче. Ну и просто стрёмно очень, что свою историю, историю побед, Кэниен держит за стеклом, оно не пыльное, а история советских лесов где-то в подвале гниет. Может быть поэтому, что не ценит прошлое, ничего и нет в настоящем? Не знаю. В любом случае, буду рад распространению данного видео, только так у данной идеи есть хоть какой-то шанс на реализацию. Для этого оставляй несколько комментов, лайки, ну, ты знаешь, как это все работает. В любом случае, огромное спасибо.